Москва, Внуково, Полдень. 22 января 1969 года. Юго-западные воздушные ворота столицы. Сегодня они вновь широко распахнуты, празднично украшены для встречи славных сынов советского народа Владимира Шаталова, Бориса Волынова, Алексея Елисеева и Евгения Хрунова, вернувшихся на Землю после нового штурма космических трасс. Идут минуты ожидания. В памяти воскрешаются незабываемые события недавних дней. Морозное утро 14 января. А 15 января. Вновь звучат позывные Москвы, возвещая о том, что вслед за Союзом 4... Морозное утро 14 января. Морозное утро 14 января. Морозное утро 14 января. Морозное утро 14 января. Итак, над планетой четверо, четверо советских людей, космос становится все населеннее. А на второй день совместного полета положено начало новому этапу. Открыта новая страница в исследовании и освоении Вселенной. Первый час работы, именно работы в открытом космосе, и начали ее мы, советские люди. Итак, космическая эпопея небывалого эксперимента успешно завершена. Все, что произошло за эти несколько дней в космосе, будет подробно описано, занесено в календари, справочники, научные труды. Но в те дни события опережали мысли. В те дни в столице, как и повсюду в нашей стране, мысли и чувства каждого были прикованы к тому, что происходило в космосе. Люди с нетерпением ждали каждого нового сообщения. Покинаем мы землю родную, для того, чтобы до звезд и в море донести нашу правду земную. И земной наш лакомство... Что думали? Что чувствовали москвичи в эти... Мы в цехе крупных машин электромеханического завода имени Владимира Ильича. Здесь работает бригада слесарей-сборщиков крупных электродвигателей, которой руководит Николай Кузьмич Ефременков. Товарищи, такого еще никогда не было, чтобы в космосе летали четыре наших космонавта. Мы, рабочие завода Владимира Ильича, восхищены подвигом советской науки. Одно из лучших торговых предприятий столицы. Мы, молодые продавцы, гастрономы-спутник, с большим вниманием и волнением следим за тем, как наши космонавты находятся в космосе. Мы хотим, чтобы они благополучно вернулись к нам на Землю и выполнили свой план. Мы желаем нашим космонавтам большого успеха, благополучного возвращения на Землю, и пусть они посетят наш магазин-спутник. Ленинский проспект. Товарищ старшина, несколько слов о космонавтах. Ну, я восхищен нашими космонавтами, их мужеством и героизмом. Молодцы ребята. Московской долгожительнице Анне Вуколовне-Фотченко 15 января исполнилось 104 года. Я даже удивляюсь, как и так получилось, полетели три сокола, и как они не замерзнуть. Я очень рада, что на мой день рождения получилось, полетели четыре сокола, и я желаю им полетать и взвернуться на свою родину. Кто из вас хочет стать космонавтом? Я! В истории освоения человеком космоса имеется немало страниц, писанных золотыми буквами, страниц, писанных в эту историю советским народом, народом, открывшим эру освоения космоса. Первый спутник Земли, первый человек в космосе, первая женщина-космонавт в космосе, первые летательные аппараты, достигшие Луны и Венеры, первые фотографии обратной стороны Луны, первый облет космического корабля Луны, а затем возвращение и посадка его на Землю, первый выход человека в открытое космическое пространство. И вот еще четыре впервые, впервые соединились два космических корабля с людьми на борту, впервые летала вокруг Земли экспериментальная космическая станция, впервые из одного космического корабля одновременно шагнули в космос двое, впервые люди сделали пересадку из одного космического корабля в другой. И вот столица раскрывает свои объятия героям, тем, кто вновь прославил нашу Родину, осуществил новый выдающийся эксперимент, выполнил сложную и ответственную программу космического полета. На аэродром прибыли товарищи Брежнев, Воронов, Пельши, Подгорный, Полянской, Суслов, Шелепин, Андропов, Гришин, Гемичев, Машеров, Мжеванадзе, Устинов, Капитонов, Катушев, Пономарев. Всегда волнующая и торжественная минута. Ковровая дорожка. Маленький участок пути, по которому шли все наши герои космоса. Шли рапортовать своему народу о выполнении заданий. Было время. Шли и рапортовали по одному. По двое, втроем. Сегодня идут четверо. Шли и рапортовали по одному. Докладываю Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза, Президиуму Верховного Совета СССР, Совету министров СССР. Полет космического корабля «Союз-4» успешно завершен. Программа полета выполнена полностью. Произведена стыковка кораблей. Впервые в мире осуществлен переход двух космонавтов из одного космического корабля в другой. Оборудование корабля работало безупречно. Экипаж чувствует себя отлично. Готово к выполнению новых заданий Родины. Командир космического корабля «Союз-4» полковник Шаталов. Докладываю Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза, Президиуму Верховного Совета СССР, Советскому правительству, что программа полета космического корабля «Союз-5» выполнена полностью. Успешно осуществлен переход через открытое космическое пространство двух космонавтов в корабль «Союз-4». Все системы корабля работали нормально. Самочувствие отличное. Готов выполнить задания партии правительства. Командир космического корабля «Союз-5» полковник Волынов. Продолжение следует... Продолжение следует... Объятие родных и близких, встреча с друзьями-космонавтами. Представление членам дипломатического корпуса и первая встреча с москвичами. От самых ворот Москвы, от ее кольцевой магистрали, вдоль всего пути, по которому проследует в Кремль герои, собрались тысячи москвичей в гости столицы. В те дни, когда советские космонавты несли свою космическую вахту, монтировали во Вселенной первую в мире орбитальную станцию, москвичи несли свою трудовую вахту, монтировали сложные агрегаты. Возводили новые дома, новые кварталы, вели научные исследования в лаборатории. Тысячи рабочих столицы объявили эту вахту ударной, посвятили ее штурму космоса. В столице немало рабочих бригад, почетными членами которых являются советские космонавты. И естественно, что в эти дни они приняли на себя особо повышенное обязательство. В эти дни родился замечательный почин коллектива прославленного автозавода имени Лихачева, решившего значительно ускорить темпы технического прогресса на производстве. Подвиги в космосе готовятся, буются на Земле. Каждый новый успех в освоении Вселенной – это результат вдохновенного труда рабочих, ученых, конструкторов всего советского народа. Их трудом создаются великолепные космические корабли. Но поднимать в просторы Вселенной звездные корабли, осуществлять один за одним сложные эксперименты, Родина доверяет лучшим своим сынам. И вот участники нового космического десанта подъезжают к Ленинскому проспекту, трассе героев. Космическая эра «Космическая эра» – говорил на митинге, посвященном встрече с Георгием Береговым, товарищ Брежнев – вызвала в жизни множество прежде не существовавших представлений и понятий. Породила новые области знаний и новые профессии. И одна из них – героическая и увлекательная профессия космонавта. Она требует от человека широких знаний, хорошей технической подготовки, постоянного совершенствования, готовности к новым подвигам. Как только стали известны имена новых героев, москвичи с огромным интересом знакомились с каждой фотографией, с каждым штрихом их биографии. О них рассказывали фотовитрины, материалы газет. И вот они совсем рядом! Тысячи трудящих со столицы собрались в Кременском дворце съездов, чтобы отпраздновать новый выдающийся успех советской науки и техники, приветствовать славных сынов советского народа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Торжественный митинг открывает кандидат члена политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Московского городского комитета партии Виктор Васильевич Гришин. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие товарищи! Столица Советского Союза, город-герой Москва, вся наша великая Родина горячо и сердечно встречает своих славных героев, возвратившихся из успешного космического полета. В нашей стране осуществлен новый выдающийся эксперимент в освоении космоса. Полет в космическое пространство кораблей «Союз-4» и «Союз-5» с четырьмя космонавтами на борту. Во время полета произведена ручная стыковка кораблей. Впервые в мире на орбите искусственного спутника Земли собрана экспериментальная космическая станция и успешно выполнен переход космонавтов из одного корабля в другой в скафандрах, снабженных системой автономного питания. Это новые замечательные достижения советской науки и техники, наших славных космонавтов, имеет важное значение для дальнейшего развития пилотируемых полетов в космос для решений новых научных и народно-хозяйственных задач. Москвичи, как и все советские люди, крепко обнимают и горячо поздравляют с успешным выполнением задания Родины новых героев космоса полковника Шаталова Владимира Александровича. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Полковника Волынова Бориса Валентиновича АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Полковника Хрунова Евгений Васильевич АПЛОДИСМЕНТЫ Орган инженера Елисеева Алексея Станиславовича. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие товарищи, друзья, счастлив доложить Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза, Президиуму Верховного Совета СССР, Советскому правительству, всему советскому народу, что полет космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5» успешно завершен. АПЛОДИСМЕНТЫ От имени моих товарищей космонавтов разрешите прежде всего передать нашу суновную благодарность партии, правительству, народу за оказанное нам высокое доверие участвовать в выполнении этого ответственного задания. АПЛОДИСМЕНТЫ Полет кораблей «Союз-4» и «Союз-5» открывает качественно новый этап в дальнейшем изучении космоса. Впервые в мире в результате ручной стыковки пилотируемых космических кораблей на орбите искусственного спутника Земли была собрана и успешно функционировала экспериментальная космическая станция. Во время орбитального полета этой станции был осуществлен переход двух космонавтов из одного корабля в другой. Значение этих научных экспериментов трудно переоценить для дальнейшего освоения космического пространства. Проведенные исследования практически подтверждают возможность создания в будущем на орбите больших космических станций. Далее товарищ Шаталов подробно говорит о замечательных качествах корабля «Союз-3», выражая сердечную благодарность его создателям, а также тем, кто помог ему и его товарищам в подготовке к полету, выполнению сложного ответственного задания. В соответствии с программой, через сутки после совместного пребывания кораблей в космосе, мы должны были провести их стыковку и осуществить переход двух космонавтов через открытый космос из одного корабля в другой. Как и предусматривалось, было осуществлено автоматическое сближение кораблей, а затем ручное причаливание и их жесткая стыковка, в результате которой и была создана экспериментальная орбитальная станция. В далеком космосе как бы объединились две частицы нашей родной советской отчизны. Я сутки с нетерпением ждал встречи со своими товарищами, летящими на корабле «Союз-5». Даже на стене орбитального отсека крупными буквами написал «Добро пожаловать». Мои друзья Хрунов и Елисеев при переходе настолько увлеклись работой и проведением экспериментов, что мне пришлось поторапливать их, чтобы они побыстрее вошли в корабль. Чувство безграничной радости охватило меня, когда после часового пребывания в открытом космосе Евгений и Алексей оказались в корабле «Союз-4». О выполнении задания мы доложили Центральному комитету партии и правительству. Теплое приветствие товарищей Леонида Ильича Брежнева, Николая Викторовича Подгорного и Алексея Николаевича Косыгина дали нам новый прилив сил для завершения программы. Рассказав далее о заключительных часах полета, космонавт говорит. «Все успехи нашей партии, нашего народа в строительстве социализма и коммунизма связаны с именем великого Ленина. Владимир Ильич был глубоко уверен, что в условиях социалистического общества наука совершит новые, еще не виданные открытия и поставит их на службу трудящегося человека. Мы счастливы, что являемся участниками и свидетелями воплощения в жизнь ленинских предначертаний». «Советский народ пришел к сегодняшнему триумфу науки и техники, триумфу социалистического строя, благодаря тому, что по неизведанным путям истории его ведет коммунистическая партия, неуклонно осуществляющая великие заветы Владимира Ильича Ленина». «Мы выражаем глубокую, искреннюю признательность и благодарность Центральному комитету коммунистической партии, Президиуму Верховного Совета, Советскому правительству, всем вам, дорогие товарищи, за оказанную нам теплую встречу на родной земле и готовы выполнить любое задание Родины». «Слава советскому народу, народу-дворцу, народу-созидателю!» «Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза, вдохновитель и организатор всех наших побед!» «На трибуне Борис Валентинович Волынов». «Дорогие товарищи, за годы, прошедшие после запуска первого искусственного спутника Земли, немало славных дат вписано в наш космический календарь. И вот мир вновь стал свидетелем еще одной замечательной победы советского народа. Успешный полет в космос кораблей «Союз-4» и «Союз-5» — это новый шаг на пути последовательного претворения в жизнь намеченной программы изучения и освоения космического пространства. «Мы проработали в космосе несколько суток, выполнили большой объем научно-исследовательских экспериментов. Наш экипаж стартовал на корабле «Союз-5» на другой день после начала полета корабля «Союз-4», пилотируемого Владимиром Шаталовым. Затем более суток мы совершали групповой полет. Экипаж корабля действовал четко и слаженно». В своей речи командир «Союз-5» также говорит о высоких качествах космического корабля. Наиболее ответственными и волнующими этапами совместного полета были взаимный поиск, сближение, ручное причаливание, стыковка кораблей и переход Евгения Хрунова и Алексея Елисеева в корабль «Союз-4». Мои друзья действовали умело и отлично выполнили задания. Я был бесконечно счастлив, когда Евгений и Алексей завершили свой космический переход, за которым наблюдал по оптическому и телевизионному устройству. Конечно, расставаться с друзьями в космосе было нелегко, зато Владимиру Шаталову стало втроем веселее. Однако и мне скучать не приходилось. Рабочий день был целиком заполнен программой космических экспериментов. Далее космонавт подробно рассказывает о ходе выполнения заданий программы об успешном приземлении. Дорогие товарищи, радостно осознавать, что ответственное поручение Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Сердечное спасибо Центральному комитету Коммунистической партии, Советскому правительству и народу за оказанное высокое доверие. Сегодня, как и мои товарищи, я готов к выполнению новых заданий. Да здравствует наша славная Коммунистическая партия, ведущая советский народ от победы к победе. Слово предоставляется Евгению Васильевичу Хрунову. Дорогие товарищи, друзья, нам с Алексеем Елисеевым в групповом полете космических кораблей «Союз» было доверено продолжить эксперимент Алексея Елеонова, который первым в мире шагнул в открытый космос. Перед нами была поставлена задача выполнить выход в космическое пространство из корабля «Союз-5», осуществить ряд научно-технических исследований в открытом космосе и перейти в корабль «Союз-4». Специальные наземные лётные тренировки позволили хорошо отработать всю программу полёта, взаимодействию экипажей, выходящих космонавтов и освоить технику проведения экспериментов. Затем космонавт рассказал о том, как происходила подготовка к выходу в космос. Выйдя из люка орбитального отсека корабля «Союз-5», я увидел Землю и чёрное небо. У меня было такое ощущение, как будто бы стою у двери самолёта и надо совершить первый парашютный прыжок. Казалось, что Земля находится недалеко, хотя до неё было более 200 километров. Я осмотрел корабли. Состыкованные вместе, они представляли сооружения больших размеров, расположенные в космосе под углом к горизонту. Я находился в нижней части станции по отношению к Земле. Впечатление было такое, что мне надо подниматься под углом вверх градусов 30-40. И где-то там далеко находится открытый входной люк орбитального отсека корабля «Союз-4», который, если можно так выразиться, ожидал нас. Но эмоции отошли на второй план, и всё внимание переключилось на выполнение задания. Выполнив намеченную программу исследований и совершив переход в орбитальный отсек «Союз-4», я стал наблюдать за выходом и работой Алексея Елисеева в открытом космосе. Затем мы вместе с ним вошли в корабль «Союз-4», как в свой родной дом. Можете представить, с какой радостью встретил нас Владимир Александрович в своём корабле? Мы вручили ему газеты «Правда», «Известия» за 15 января, посвящённые полёту корабля «Союз-4». Одновременно мы ему передали дорогие весточки письма от родителей, жены, от друзей. Как видите, товарищи, кроме выполнения научных экспериментов в космосе, нам пришлось поработать и космическими пештальонами. С земли в космос и обратно Алексей Елисеев и я совершили полёт с пересадкой. 15 января стартовали в космос на корабле «Союз-5», командиром которого был Борис Волынов. А мягко приземлились на родной земле 17 января уже в корабле «Союз-4», вместе с его командиром Владимиром Шаталовым. В заключение космонавт говорит о своей готовности с честью выполнить новые задания партии правительства по освоению вселенной. На трибуне Алексей Станиславович Елисеев. Дорогие товарищи, друзья, позвольте мне сердечно поблагодарить нашу партию, правительство, советский народ за большое доверие, которое было оказано нам в осуществлении космического полёта. Прежде всего, хочу полностью присоединиться к высокой оценке кораблей «Союз», высказанной здесь товарищами космонавтами. Нам с Евгением Хруновым посчастливилось за один космический полёт побывать и поработать в двух кораблях «Союз». Довелось непосредственно участвовать в сборке первой в мире экспериментальной орбитальной станции. И как бортинженер докладываю, что системы и аппаратура кораблей «Союз-4» и «Союз-5» работали чётко и надёжно, как в раздельном, так и в состыкованном полёте. Товарищ Елисеев подробно рассказывает о подготовке к проведению перехода двух космонавтов из одного корабля в другой. В установленное время Евгений и я перешли в орбитальный отсек. С помощью Волынова надели скафандры. Пожав нам руки, командир корабля возвратился на своё рабочее место. И вот открылся выходной люк в космос. Наступили незабываемые минуты. Евгений I вышел через люк, осмотрелся и начал переход в другой корабль и выполнение намеченных заданий. Внимательно наблюдая за его действиями и передвижением, я вёл с ним переговоры по телефону. А после перехода Евгения в корабль «Союз-4» начал переход и я. Наверное, ни с чем не сравнить ощущения человека, выходящего в космос. Невесомость, совершенно фантастическая картина Земли и в беспредельной Вселенной два космических корабля. Создание разума и рук советского народа. Так же, как и Евгений, начинаю осуществлять намеченные эксперименты, исследования, выполняю ряд монтажных операций, а затем вхожу в корабль «Союз-4». Люк закрывается, всё в порядке. Переход через космос в другой космический корабль успешно завершён. Снимаем скафандры и попадаем в тёплые объятия командира корабля Владимира Шаталова. Программа исследований продолжается. Через четыре с половиной часа совместного полёта корабли разъединяются. Мы произвели киносъёмку уходящего корабля «Союз-5», который доставил нас в космос. После выполнения программы наш корабль благополучно опустился на родную Землю. В заключительной части своей речи космонавт говорит об огромном научном и практическом значении произведённого эксперимента. Слово предоставляется генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищу Брежневу Леониду Ильичу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие товарищи и друзья! Радостное событие привело нас всех сегодня в этот зал. В чувством гордости советский народ славит своих мужественных сынов, только что возвратившихся из замечательного космического рейса. Коммунистов, патриотов, лётчиков-космонавтов Владимира Александровича Шаталова, Бориса Валентиновича Волынова, Алексея Станиславовича Елисеева и Евгения Васильевича Хрунова. АПЛОДИСМЕНТЫ 14 января мощная ракета-носитель вывела на расчётную орбиту в космос корабль «Союз-4». Вслед за этим, через сутки, в космос был направлен второй космический корабль «Союз-5» с экипажем из трёх космонавтов. Когда стало известно о полёте этих двух кораблей, люди затаили дыхание. Все понимали, что предстоит новый серьёзный этап в завоевании космоса, новый выдающийся подвиг, и с нетерпением ожидали сообщения о нём. Ожидания эти были полностью оправданы. 16 января по всему миру разнеслась волнующая весть. После многократного маневрирования на орбитах, после сближения с расстояния более тысячи километров, космические корабли «Союз-4» и «Союз-5», управляемые товарищем Шаталовым и товарищем Волыновым, непосредственно сблизились и с помощью ручной системы управления осуществили жёсткую стыковку. Таким образом, достигнут новый важный рубеж в освоении человеком космоса. На орбите вокруг Земли начала работать первая в мире экспериментальная космическая станция в составе двух кораблей с четырьмя отсеками и с экипажем из четырёх человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Затем, как вы знаете, члены экипажа корабля «Союз-5», космонавты товарищи Хрунов и Елисеев, одели скафандры, вышли из своего корабля в открытое пространство, проделали необходимую работу и благополучно перешли в соседний корабль «Союз-4» к товарищу Шаталову. Миллионы людей были свидетелями этого смелого эксперимента, наблюдали по телевидению за действиями наших отважных космонавтов. Около четырёх с половиной часов продолжался совместный полёт двух советских космических кораблей. Затем, когда программа исследований, заданная учёными, была выполнена, корабли «Союз-4» и «Союз-5» разъединились и продолжили самостоятельный полёт. Многое было сделано во время этой героической эпопеи. Специалисты расскажут об этом подробно. Но уже сейчас можно сказать, что космонавты провели сложнейшие испытания космических кораблей, большие новые научные исследования. Отрадно отметить, что на протяжении всего этого сложного полёта, как бортовая аппаратура, так и все системы обоих космических кораблей, работали безупречно, что говорит о высоком качестве труда созидателей этих кораблей. Задания учёных были выполнены. Намеченные научно-технические исследования и эксперименты проведены успешно. Посланцы советской страны в космосе поработали, как всегда, на совесть. Скажем прямо, поработали блестяще. И вот по окончании предусмотренных работ 17 января Союз-4 и 18 января Союз-5 благополучно возвратились на родную землю, совершив мягкую посадку в заданных районах Советского Союза. Трудно переоценить значение того, что сделано в эти дни товарищами Шаталовым, Волыновым, Елисеевым и Хруновым для дальнейшего освоения космоса. Положено успешное начало в создании больших научных орбитальных станций. Групповой выход в космос и переход космонавтов из одного корабля в другой создают предпосылки для обслуживания таких космических станций, для смены их экипажа. Созданы также возможности для решения задачи спасения космонавтов в случае возникновения каких-либо аварий при полетах на орбите вокруг Земли или при дальних рейсах в межпланетном пространстве. Хотелось бы подчеркнуть, товарищи, что практическое значение полетов наших космических кораблей, а также запуска в космос автоматических станций выходит далеко за пределы исследований космического пространства в собственном смысле этого слова. Уже сегодня плодами космических исследований пользуются по существу все народы земного шара. Достаточно назвать такие области науки и техники, как космовидение, сверхдальняя телефонная и телеграфная связь, участие космических аппаратов в составлении прогнозов погоды, космическая навигация морских кораблей. Таким образом, расширяя нашу деятельность по изучению космоса, мы не только закладываем основы для будущих гигантских завоеваний человечества, плодами которых воспользуются грядущие поколения, но и извлекаем непосредственную практическую пользу сегодня для населения Земли, для наших народов, для дела нашего коммунистического строительства. Товарищи, мы с полным правом можем сказать, что успешный полет кораблей «Союз-4» и «Союз-5» это большое достижение советской науки и техники, новый триумф мужества и отваги, ума и труда советских людей. И недавний выдающийся полет американских космонавтов вокруг Луны и уверенный старт далекой цели советских автоматических межпланетных станций «Венера-5» и «Венера-6» и успешный полет кораблей «Союз-4», «Союз-5» все это новые крупные шаги человечества по пути завоевания таинственного мира космоса. И вот снова здесь, в стенах древнего Кремля, представители советского народа чествуют своих героических сынов, достойно выполнивших почетное и сложное задание Родины. «Мы воздаем хвалу их подвигу, выражаем им признательность и благодарность от всего нашего великого народа». С чувством большого удовлетворения хочу сообщить вам, дорогие друзья, что по предложению Центрального комитета партии Советского правительства Президиум Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные при полетах на космических кораблях «Союз-4» и «Союз-5» присвоил товарищам Шаталову Владимиру Александровичу, Волынову Борису Валентиновичу, Елисееву Алексеевичу Станиславовичу и Хрунову Евгению Васильевичу звание Героя Советского Союза. С вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Всем им присвоено также звание «Летчик-космонавт СССР». Дорогие товарищи Шаталов, Волынов, Елисеев, Хрунов, к вам направлены сейчас мысли и чувства сотен миллионов соотечественников, которые восхищаются и гордятся вашим подвигом. Выражая эти чувства и мысли, позвольте мне от имени Центрального комитета нашей Ленинской партии, от имени Советского правительства, Президиума Верховного Совета СССР и от имени всех советских людей горячо поздравить вас с содержанной победой, поздравить с высшей наградой Родины и пожелать новых, больших успехов в вашем трудном и важном деле. Позвольте также искренне поздравить всех родных и близких наших космонавтов. Поздравляю вас с победным возвращением ваших сыновей, мужей, отцов. Вы можете гордиться их делами. Выросшие в условиях нашего советского строя, воспитанные комсомолами партии, они вошли в ряды тех, кому было суждено, говоря словами известной песни, сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Они вписали новую яркую страницу в историю нашей Родины и всего человечества. Слава нашим героям! И как всегда в таких случаях, мысли наши обращаются с благодарностью к тем, кто сделал возможным этот подвиг. Мы высоко оцениваем труд тех, чья пытливая, талантливая и смелая теоретическая мысль, выдающееся конструкторское искусство и техническое мастерство дали нашим отважным покорителям космоса великолепные космические корабли, на которых посланцы нашего народа в просторных Вселенной чувствуют себя так же уверенно и уютно, как на родной Советской Земле. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы признательны тем, кто тщательно готовил космонавтов в полет, тренировал их, внимательно наблюдал за их здоровьем. Мы благодарны тем, кто подготовил и обеспечил безукоризненный старт и приземление космических кораблей, кто осуществлял безукоризненную работу наземного командно-измерительного комплекса и руководившего полетом. АПЛОДИСМЕНТЫ Нашим выдающимся ученым, теоретикам и конструкторам, инженерам и техникам, искусственным нашим рабочим, заботливым и опытным медикам, всем им, занятым большим делом освоения космоса, великая честь и слава, благодарность всего народа. АПЛОДИСМЕНТЫ Многочисленные поздравления и приветствия, поступающие со всех концов Земли, убедительно свидетельствуют о том, что весь мир высоко оценивает значение полета кораблей Союз-4 и Союз-5. Пользуясь этим случаем, выражаем искреннюю признательность Центральным комитетам коммунистических и рабочих партий, правительствам братских социалистических стран, руководителям других государств, ученым, общественным организациям и деятелям многих стран, приславших в эти дни свои поздравления в связи с новой победой советских людей в космосе. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша новая космическая команда — это достойные продолжатели дела Юрия Гагарина, достойные товарищи своих замечательных предшественников. Мир никогда не забудет, что именно Советский Союз первым создал и запустил на орбиту искусственных спутных Земли, первым направил в космический полет человеком, первым осуществил выход человека в открытое космическое пространство. Наша страна — родина блестящей плеяды пионеров науки и техники. Достаточно назвать здесь хотя бы имена таких гениальных ученых, как изобретатель радио Александр Степанович Попов и отец космонавтики Константин Эдуардович Салковский, труды которых имеют громадное значение для развития космической науки нашей эпохи. Выдающиеся достижения советской науки и техники в наши дни убедительно показывают, что советские ученые сумели достойно принять эстафету от своих великих предшественников и, опираясь на возможности, созданные нашим социалистическим строем, на заботу и поддержку Коммунистической партии и всего народа, добиваются новых и новых успехов в развитии науки, в обогащении человеческих знаний, в покорении природы. Всемирному развитию нашей науки и техники, внедрению в производство новейших научных открытий, разработок и изобретений, словом, последовательному осуществлению широким фронтов научно-технической революции в нашей стране, Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют неослабное внимание. В современных условиях это, несомненно, один из важнейших участков строительства коммунизма. Такой участок, от которого зависит успешное развитие всей материально-технической базы коммунистического общества в нашей стране. Товарищи, за каждым достижением советских ученых и исследователей, такими как полет космических кораблей Союз-4 и Союз-5, стоит громадная работа многих отраслей нашей мощной социалистической промышленности. Наши победы в космосе есть одновременно и победы наших металлургов, машиностроителей, приборостроителей, работников электронной промышленности, создателей средств связи и многих-многих других. Программа дальнейших исследований в космическом пространстве ставит новые серьезные задачи и перед работниками промышленности. Речь идет о создании нового высококачественного оборудования, приборов, аппаратуры, о создании новых, все более совершенных материалов. Успешное решение этих задач дело огромной важности не только для освоения космоса, но и для дальнейшего научно-технического прогресса всех отраслей нашего народного хозяйства. Так, исследование космоса помогает двигать вперед нашу экономику в целом. И глубоко закономерно, что на подвиги космонавтов наш рабочий класс, так же, как и труженики советских полей, отвечает новыми достижениями в своей работе, перевыполнением своих планов и заданий. Это живое воплощение союза труда и науки, выражение нерушимого морально-политического единства нашего социалистического общества. Дорогие товарищи, и яркими успехами в освоении космического пространства, и замечательными трудовыми победами на Земле встречает советский народ в приближении великой годовщины столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Можно с уверенностью сказать, что славные дела советских людей будут еще более умножены в течение предстоящего года и ознаменуют собой новый важный этап в строительстве коммунистического общества в нашей стране. Победы в мирном созидательном труде, достижения в развитии науки, успехи в борьбе нашей партии и советского государства на международной арене, за дело прочного мира и социализма, вот лучший способ отметить юбилей великого Ленина. Слава нашим героям-космонавтам! АПЛОДИСМЕНТЫ Да здравствует великий советский народ! АПЛОДИСМЕНТЫ Да здравствует наша любимая Родина Союз Советских Социалистических Республик! АПЛОДИСМЕНТЫ Да здравствует наш надежный рулевой Коммунистическая партия Советского Союза Партия Ленина! АПЛОДИСМЕНТЫ А выступает член предбюро ЦК КПСС председатель президента Верховного Совета Союза СССР Николай Викторович Подгорник АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ТОВАРИЧИ ШАТАЛОВ ТОВАРИЧИ ВОЛЫНОВ ТОВАРИЧИ РЕСЕЕВ И ТОВАРИЧИ ХРУНОВ ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ! В ИСТОРИЮ КОСМОНАВТИКИ ВПИСАНА ЕЩЁ ОДНА СЛАВНАЯ СТРАНИЦА ОНА ЯРКО ПОВЕСТВУЕТ О БОЛЬШИХ ДОСТИЖЕНИХ СОВЕТСКИЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ О ВЫСОКИХ ЛИЧНЫХ КАЧЕСТАХ Наших ЛЕТЧИКОВ-КОСМОНАВТОВ УМЕЛО И САМООТВЕРЖЕННО ВЫПОЛНИВШИХ СЛОЖНЫЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ В ПЕРВОЙ В МИРЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ О СУЧЕСТВЕНИЮ ГРУПОВОГО ВЫХОДА В КОСМОС И ПЕРЕХОДА КОСМОНАВТОВ Из одного КОРАБЛЯ В ДРУГОЙ ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ От имени Президиума Верховного Совета СССР От присутствующих на этом торжестве От имени всего советского народа Сердечно поздравить наших дорогих космонавтов С замечательной победой Вновь прославившей нашу социалистическую отчизну АПЛОДИСМЕНТАЛЬНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Дорогие наши герои С большой радостью С глубоким удовлетворением Вручаю вам награды советского государства И от души поздравляю с этим высоким признанием Вашей отваги и мужества АПЛОДИСМЕНТАЛЬНОЙ КОСМОНАВТОВ Огласив указы Президиума Верховного Совета О присвоении космонавтам звания Героев Советского Союза И звания Летчик-космонавт СССР Николай Викторович Подгорный вручает героям награды Желая звездным братьям новых успехов и подвигов Во славу Родины АПЛОДИСМЕНТАЛЬНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ АПЛОДИСМЕНТАЛЬНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ АПЛОДИСМЕНТАЛЬНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ Митинг объявляется закрытым А вечером в городе Героя Москве, в столицах союзных республик и городах Героев, был произведен салют двадцатью артиллерийскими залпами, вознаменование новой победы нашей страны в освоении космоса и в честь Героев-космонавтов Шаталова, Полынова, Елисеева и Хрунова. Этот замечательный день надолго останется в памяти трудящихся нашей столицы. Героев-космонавтов Шаталова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова